В Анапу пришла большая жара. Пляжи, заполненные отдыхающими, на солнце иногда не проводят целый день. Совсем небезопасное времяпрепровождение. Тем более, что температурный максимум обычно передают в тени. И если там 37, то на солнце зной достигает всех 50. Эта жара сохранится до пятницы включительно. И только в выходные дни незначительно будет понижение градусов этого высокого. При таких высоких температурах, которые мы ожидаем, возможны кратковременные сбои в системах жизнеобеспечения. Хочу обратиться к жителям города, к гостям города, чтобы они с пониманием относились к тому, что возможно такие отключения. И в этой связи набрались терпения. Понятно, что это комфорт, это в первую очередь их безопасность. При такой жаре каждый человек хочет сохранить свое здоровье. Понятно, что самое уязвимое население в этом плане будет это престарелые пожилые люди, которые имеют хронические заболевания, и дети. Наша рекомендация ограничить до предела выход на открытое солнце, уменьшить физические нагрузки, соблюдать правильность питания и водный режим. Что касается детей, неукоснительный и очень жесткий контроль за их поведением. Это касается в первую очередь здравниц. На все здравницы это экстренное предупреждение распространено. И чтобы не было соблазнов такую жару выводить на пляжные территории. МЧС рекомендует больше находиться в тени, ни в коем случае не разводить открытый огонь, не разбрасывать бутылки, ибо они служат линзами, разжигающими пламя. Стоит прислушаться и к советам докторов. Тепловой и солнечный удары особенно опасны для детей. Тепловой удар и солнечный удар это практически одно и то же. Только тепловой удар это общее воздействие на организм, достаточно горячего воздуха, который может находиться не обязательно на солнце, но дети могут находиться и в машинах. Часто родители забывают их возле магазинов. Или одежда не совсем приспособленная синтетическая, без головного убора, отсутствие питья. Значит, какая же клиника, что наблюдается у детей при этом? Во-первых, ребенок возбужден или может быть наоборот заторможен, сонливость может быть. И первый признак это, конечно, покраснение кожи, испарина у ребенка, может быть рвота. Кроме того, в основном, чаще всего поднимается температура. И первый признак температуры, что родители думают, что это вирусная инфекция. Кроме того, обязательно у ребенка нужно обернуть во влажную простынь. С учетом того, что все-таки воздействие солнечных лучей имеет на центральную нервную систему, нужно сделать компресс на затылочную область и в области лба. И самое главное, даже находясь у воды, ищите укрытие от солнца в тени зонтиков или деревьев.